Хей, поехали! Надеюсь, интеро всем зашло, но переходим к 30-му девлогу обновления Антерна 2 4.22.0, который включает в себя броню, сумки для хранения, сетку гили и многое другое. Действительно, оно вышло очень классным, поэтому советую посмотреть. Итак, отсортировано все от самого к наименее интересному, поэтому давайте начнем с брони. Броня теперь блокирует урон, но только тогда, когда в нее встроены пластины. Текущий бронежилет имеет несколько слотов под эти пластины. Тем не менее, количество пластин в бронежилете может быть уменьшено до одного, чтобы разгрузить инвертарь. То есть, теперь броник это обычная одежда, и чтобы она защищала, нужно, конечно же, найти пластины. Пластины имеют свое ХП, и это добавляет нотку реализма, ведь действительно в настоящей броне используются такие пластины. Ну а что касается Антерна, при попадании в броню отображаются искры, а не кровь, чтобы было легче определить само попадание. Каждая пластина имеет свое здоровье, которое пологащает урон от пуль. В будущем будут добавлены различные типы пуль, к примеру, бронебойные пули, которые будут пробивать эту броню. И помимо этого, они будут по-разному взаимодействовать с разными слоями пластин. Некоторые модульные бронежилеты и рюкзаки не имеют достаточной вместительности. Вместо этого, они дополняются специальными мешочками, или же разгрузкой, о которой я говорил в прошлом дэвлоге, а точнее молли. Эти мешочки могут содержать любой предмет, но в будущем будут добавлены специальные типы, к примеру, для более быстрой перезарядки, или же метательных предметов. По традиции, первым потребляемым продуктом является банка консервированных бобов. Скучали? Они, кстати, как-то мгновенно восстанавливают хп, и нету анимации, как персонаж их точит. Но если вас закоцало, то вы можете нажать правой кнопкой мыши и захавать. Не хавай! Гилли камуфляж. Изначально выпускались в виде рубашек, брюк и сапог, а также в виде присоединяемой сетки для Eagle Fire. Отдельные варианты потребуются для разных бьемов, таких как арктическая тундра и засушливая пустыня. Из-за смещения лесных цветов сезонным циклом, костюм лесного гилли адаптируется к местному цвету травы, чтобы оставаться более полезным предметом. Изначально я этот камуфляж все никак не мог найти, все сейфы обшарил, но думал, куда он делся. Оказалось все просто, где же могут засесть снайперы? Конечно же на крыше. И вот в этом месте вы можете его конечно же найти, присоединить сетку к своему Eagle Fire и затеряться в кустах. Кстати, в 3.0 отключение листвы и тени дает тактическое преимущество, обнаруживая противников в гиле. Предотвращение этого в 4.0 является, пожалуй, высоким приоритетом. Отключение травы больше не выставляет гиле на показ, но включение теней выделяет их с близкого расстояния. Это будет пересмотрено. На данный момент гиле почти невидим на большом расстоянии. И это большой буст для снайперов, особенно для меня, так как я предпочитаю дальний бой и смену позиции. А в 3.0 обычно траву отключали и гиле практически бесполезен становился. Но было прикольно его использовать ночью, потому что ночью всегда было сложнее его определить. Что ж, двигаемся дальше. А да, забыл, вот скриншот. Это стиль 3.0 слева и справа стиль 4.0. Дальше мы переходим к весу. Все предметы имеют весовое значение. Перенос тяжестей замедляет скорость вашего движения. Это сочетается с весом всех навесных, экипировочных, складских и экипированных вооружений. То есть, если у вас рюкзак со всеми там вещами, оружие в руках, то вы намного медленнее двигаетесь, чем вы двигались без этого. Вот простой пример на видео. На данный момент план состоит в том, чтобы вес был мягким пределом, а не жестким. Таким, как пространство сетки. Вместо этого будут применяться другие ограничения, такие как стрелы в клочинах и магазинов с патронами в мешках с боеприпасами. Поэтому посмотрим, как это будет реализовано, но задумка интересная. Отображаемый текст устанавливается из новой опции системы единиц. Эта настройка также будет контролировать другие префабы, к примеру, знаки ограничения скорости. Скриншоты. Делать скриншоты с супер сэмплом для блога полезно. Так что это было реализовано и в игре. Для них есть горячие клавиши со возможностью повторного подключения. А скриншоты высокого разрешения будут сохраняться в Steam. Все скриншоты Steam также будут подмечены местоположением на карте. Это очень круто, особенно если вы хотите показать другу какое-то место, где есть NPC. И с легкостью можете сохранить тот же скриншот и отправить ему прямо в Steam. Обновление движка. Движок был обновлен с Unreal 4.23.1 до 4.24.2. Это слияние было в центре внимания еще в январе. И заняло больше времени при разработке инструмента для будущих объединений. Кстати, он был назван Tidy.ua. Ранее весь исходный текст Unreal отслеживался в репозитории гид-движка Unternet 2. Это было около 200 тысяч файлов. И работало, соответственно, все это медленно. Tidy.ua позволяет удалять многие файлы, которые не относятся к Unternet 2. Например, поддержка мобильных устройств и поддержка AR. В результате чего количество файлов уменьшается примерно до 60 тысяч. Это также облегчит анализ будущих версий движка, выделив новые плагины, новые типы файлов, новые программы, ну и так далее. Ну и среди прочих исправлений и изменений, вот наиболее интересные. На предметы можно кликнуть два раза, чтобы открыть окно информации. Перемещение коробок с патронами может перемещать содержащиеся там боеприпасы. Новые атрибуты, такие как скорость, экипирование в перчатках. Кстати, очень интересно. Громкость шагов в костюме Гилли, скорость шагов в броне и скорость прицеливания при ходьбе. То есть было добавлено много разных атрибутов, поэтому Unternet 2 становится намного интереснее и, конечно же, сложнее. Пользовательский перевод игры был преобразован в версии 4.24. Экипировка была переделана, чтобы использовать копирование положения по аналогии с рекомендацией Epic. Это позволит предметам, к примеру, бронежилетам и рюкзакам иметь свой собственный скелет с физикой покачивания. Особенно хорошо это видно с тем же рюкзаком при ходьбе. На этом наш деблог заканчивается. Он вышел очень маленьким, но очень насыщенным за последнее время. Все-таки 30-й юбилейный деблог и что от него можно было ожидать. Я забыл упомянуть пару вещей, а именно на карте вы заметили, есть вот такие NPC враждебные, которые начинают агрессировать. Если вы к ним подойдете, то есть стрелять. Скорее всего это сделано для того, чтобы потестить бронюку. И надеюсь, эти NPC будут включены в будущие версии и можно будет их завязать на репутации. Допустим, бандитам нельзя будет в мирную зону приходить, потому что их будут убивать. Ну и так далее. Помимо этого, Нейсон снизил порог входа в Unternet 2 в бета-версию. Вам всего лишь нужно наиграть 1500 часов в Unternet 3.0 и у вас появится кнопочка «Открыть доступ». В будущем это будет снижено до 100 часов, но только тогда, когда будут сделаны все базовые механики и выпущено пару карт. Ну а пока, если вам придется набрать 1500 часов, чтобы открыть Unternet. Но это уже не 2400, как было раньше, и это радует. Ну а с вами был Стерн, спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, можешь сделать репост, это будет для меня самой лучшей благодарностью. Или поставь лайк. А также не забываю про колокольчик, потому что YouTube изменил правила, и теперь нужно выбрать колокольчик и нажать «Оповещать обо всем», чтобы уведомления приходили 100%. Субтитры сделал DimaTorzok